здравствуйте посмотрел в сети видео где кемеровские активисты приобретали товар в промышленном магазине не имея маски ссылка на видео будет в описании ниже и решил поделиться своим мнением произошедшие как юрист и так как выглядят действия продавцов и активистов с точки зрения права на который ссылается и та и другая сторона согласно части 1 статьи 426 гражданского кодекса российской федерации публичным договором признается договор заключенный лицом осуществляющую предпринимательскую деятельность и устанавливающий его обязанности по продаже товара в отношении каждого кто к нему обратиться и как следует из второго абзаца данной статьи лицо осуществляющие предпринимательскую деятельность не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора следовательно каждому кто обратился продавцу за приобретением товара продавец обязан продать товар при этом процедура продажи товара регулируется правилами продажи отдельных видов товаров которые утверждены постановлениям правительства рф от 19 января 98 года номер 55 эти правила являются обязательными для продавца и покупателя что следует из пункта 4 статьи 426 гражданского кодекса в которой написано что в случаях предусмотренных законом правительство российской федерации или уполномоченные им федеральные органы могут издавать правила обязательные для сторон при заключении исполнении публичных договоров части 2 статьи 1 федерального закона о защите прав потребителей как раз о таком случае говорится то есть о том что правительство российской федерации вправе сдавать для потребителя и продавцов правила обязательные при заключении и исполнении публичных договоров договоров розничной купли продажи и так далее следовательно каждому кто пожелает приобрести товар продавец обязан его продать по правилам продажи товаров утвержденных постановлением правительства номер 55 где в пункте 5 прямо сказано что продавец при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать обязательные требования к организацию и осуществления торговой деятельности установлены нормативно правовым актом российской федерации таким образом мы видим что никаких ограничений для совершения сделки купли продажи между продавцом и покупателем без маски не закон ни правила продажи товаров не содержит а значит отказ продавца отпустить покупателю товар на этом основании нарушает права потребителя за что продавец несет ответственность предусмотренную законом о чем прямо указано в части 1 статьи 13 федерального закона защите прав потребителей а в законе а именно в пункте 4 статьи 14.8 коап рф сказано что за неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов предусмотрен штраф на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей таким образом отказ продавца отпустить покупателю товар в связи с отсутствием у него маски свидетельствует о нарушении продавцом части 1 статьи 426 гражданского кодекса российской федерации что является основанием для привлечения его к административной ответственности по пункту 4 статьи 14.8 коап рф административные дела данной категории рассматривает орган по надзору в сфере защиты прав потребителей кроме того ответственность продавца за отказ продать товар потребителю без маски содержится также в другом законе а именно в статье 19.1 кодекса административных правонарушений где указано что самоуправство то есть самовольно вопреки установленному федеральным законом или иным нормативно правовому акту порядку осуществления своего действительного или предполагаемого права не причинившая существенного вреда гражданам является административным правонарушением требуя от потребителя надеть маску чтобы продать ему товар продавец осуществляет свое предполагаемое право самовольно потому что его к этому никто официально не обязывает и функциональной обязанности его это не входит и делает он это вопреки порядка установленному статью 4026 гражданского кодекса российской федерации и правилам продажи товаров о чем я сказал выше следовательно действия продавца не отпускающего товар потребителю без маски направлены не только против урегулированных законом отношений в сфере предпринимательской деятельности но и против порядка управления и если в результате этих действий потребителю не причинен существенный вред то такие действия продавца подпадают под признаки административного самоуправства запрещенного статьей 19.1 КУАП РФ такие дела уже рассматривают районные суды таким образом действия продавца содержат реальную совокупность двух административных правонарушений если же потребитель считает что своими действиями продавец причинил ему существенный вред выраженный в нарушении конституционных прав то в этом случае продавец совершает уголовно наказуемое самоуправство предусмотрено статью 330 УК РФ расследованием которого занимаются органы дознания полиции более подробный состав этого преступления я расписал в юридическом заключении 23 октября которое будет приложено в описании к видео следовательно при возникновении в магазине спорной ситуации вызванной отсутствием у покупателя маски необходимо вызвать полицию что может сделать не только покупатель но и продавец как это было в моем случае когда мне отказали в магазине Сочи продать товар из-за того что я был без маски ссылка на это видео будет внизу если же потребитель взял товар без кассового чека оставив деньги на кассе как это сделали кемеровские активисты то в этом случае возникает следующая юридическая ситуация покупатель нарушает пункт 20 правиль продажи отдельных видов товаров утвержденных постановлением правительства РФ номер 55 согласно этим правилам договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа подтверждающего оплату товара как следует из пункта 21 этих правил расчет с покупателем за товар осуществляется с применением контрольно-кассовых машин поэтому в этой части продавцы были правы и активисты нарушили правила продажи товаров которые как указано выше обязаны соблюдать не только продавцы но и покупатели следовательно при таких обстоятельствах покупатель сам совершает самовольное вопреки установленному правилами продаж товаров порядку и осуществляет свое действительное право то есть да он действительно имеет право на приобретение товара но нарушает порядок его приобретения а значит совершает административное самоуправство предусмотренное статьей 19.1 КОАПР поэтому чтобы не рисковать в надежде на здравый смысл полицейских которые при таких обстоятельствах обязательно вызовет администрация магазина лучше всего вызвать полицию самостоятельно ну если конечно администрация сама ее не вызвала как это было в моем случае а вот если полиция не приезжает то тогда можно воспользоваться самозащитой своего права как это сделали кемеровские активисты поскольку самозащита предусмотрена не только частью 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации в силу которой каждый в праве защищать свои права и свободы всеми способами незапрещенные законы ну и статья 14 Гражданского Кодекса тоже предусматривает право на самозащиту для применения этой статьи Верховный суд разъяснил в постановлении номер 25 23 июня 15 года что по смыслу статей 1 14 Гражданского Кодекса самозащита гражданских прав может выражаться в том числе в воздействии лица на свое собственное и находящееся в его законном владении имущество товар находился у активистов в законном владении потому что там было самообслуживание думаю прибывший сотрудник полиции в виде кемеровских активистов посовещавшись со своими коллегами решил не искать себе лишней работы а просто сказал администрации магазина что покупатели больше правы чем продавцы поэтому все так и разрешилось на этом пока все подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе юридических консультаций продвигайте видео лайками комментариями чтобы как можно больше людей узнало как нарушаются их права коронавирусным подходом чиновников своим обязанностям ну и чтобы можно было достойно защищаться от всего этого коронавирусного правового беспредела ведь власть уже открыто показала всем чем являются для них люди на самом деле и это ярко выражено в отношении чиновников и работодателей продавцам и кассиров которых они заставляют совершать в отношении потребителей административные правонарушения а где-то и откровенные преступления всего доброго и